Начинаем запись. Вторая часть разговоров с Каем. О чём говорит Кайкасадес? Дело в том, друзья, то, что есть в Скайриме, есть это было и в Обливиане, и вот тут в Маавинде есть такая некая организация, которая немножечко не встраивается в моё мировоззрение. Некие клинки. Так кто же это такие, эти клинки? Вот. В связи с последними событиями, ну и просто погулив, в общем, я пришёл к выводу, что клинки – это некий аналог наших и украинских, в том числе, таких как бы полукриминальных, полулегальных, полукриминальных, работающих на правительство гопников, попросту говоря, тетуш. Вот. И Кайкасадес является представителем вот как раз именно вот этих самых вот тетуш. Хотя в русском языке они называются как тетушки от имени там одного осуждённого по этому делу. Вот. Ну, в общем, в народе закрепилось за ними слово одно – это тетушки. Вот. Я решил немножечко сделать в нашей версии Скайвинда, немножечко решил сделать такую отсылочку к этим ребятам. То есть Кай теперь не будет упоминать слово «блейд», то есть «клинок». Кайк будет разговаривать только в таком ключе, что они тетушки, у них такая типа сверхсекретная организация тетушек. И вот все вот его друзья, вот эти вот, все его учителя, которых он нам рекомендует, все это будут сообщества таких тетушек. Вот. И мне бы хотелось посмотреть, как это будет выглядеть в игре. Разумеется, что вы об этом думаете. Если ролик будет слишком сильно задизлайкан, вообще-вообще в хлам, то тогда, разумеется, я откачу это все до «блейдс». Ну, это маловероятно, я все же хочу продавить эту историю с тетушками. Вот. Чтобы вот у людей, которые играли, чтобы у них не ломалось мировоззрение вообще, в принципе, в будущем. То есть вот есть такое понятие, как агент, как шпион, но для меня это всю жизнь было таким неким романтическим каким-то таким, таким, я не знаю, профессией, что ли, хрен его знает, как это назвать. Вот. Но по факту это получаются такие некоторые антинародные такие элементы. И, собственно говоря, мы, как нереварин, начинаем с самых низов, с самого длина. То есть вот по сути, прибыв в мировоззрение, мы становимся одним из этих тетушек. В общем, я отключаюсь, сейчас будем тестировать его вот эти разговоры все, где он будет упоминать это слово. И, в общем, посмотрим, как это все будет, как это все вырежется в игру. Да и еще, я у него подправил, у него класс, оказывается, монах. По construction set я еще это дело смотрю. Вот. И поэтому у него изменилась в соответствии с классом и одежда. Раньше то, что была на нем одежда, она, ну, там из-за ошибки она неправильная. У него была одежда, у него, оказывается, класс монах. Класс монах, ранг блэйд, как-то так, в общем, что-то связанное с монашеством. В общем, у него и одежда тоже изменилась. Слушаем, друзья мои, и, ну, и высказываемся, разумеется, в комментариях к ролику на ютубе, вконтакте тут у нас везде, где только можно, то есть, за, против, все это будет в консенсусе, потому что все диалоги к нему уже прописаны, то есть, на весь вот этот вот главный квест я, разумеется, могу все обратно откатить к блэйдзам, но это вам нужно, блин, очень сильно будет постараться меня в этом переубедить. А так вообще все будет завязано в эти, на этих, на тетушек. Вот. Хорошо, что ты здесь, но кто велел доложить Каю Касарису? Пару слов насчет работы в гильдии, если ты будешь пытаться выполнить каждое задание, рано или поздно попадешь в беду. Не думай, что если кто-то дал тебе задание, надо расшибаться в лепешку, чтобы его выполнить. Если получишь работу, которая тебе не по зубам, наберись терпения. Займись чем-нибудь другим, вернешься, когда станешь сильнее, опытнее и получше экипируешься. Я просто старик, у которого проблемы со скумой. А чем ты говоришь? Никто не давал мне никаких заданий, да и не знаю я ничего. Так, вы говорите, что здесь недавно, и вам велели доложиться мне и доставить пакет. Может быть, дадите взглянуть на него? Тогда нам ни о чем говорить. Пока вы не будете готовы отдать мне пакет, до свидания. Так вы готовы отдать мне пакет? Да, очень любопытно. Так, тут сказано, что император хочет, чтобы тебя приняли в новобранцы Ордена Клинков. А это означает, что вам придется выполнять мои приказы. Вы готовы следовать моим приказам? Хорошо, добро пожаловать, новобранец. Теперь ты официально принадлежишь Ордену Клинков. Мы, глаза и уши и другие органы чувств императора здесь, в провинции. Можешь воспользоваться моей кроватью, если нужно отдохнуть, но не трогай моих личных вещей, пока я не разрешу. Если хочешь потренироваться и усовершенствовать свои навыки, то это к нашим преподавателям. А если не терпится выполнять задания императора, я могу дать твои распоряжения прямо сейчас. Но не забудь навестить наших преподавателей. Шпионские правила простые. Выполняй приказы, в особенности мои. Приказы не воруй у тетушей, не нападай на тетуш. Простые правила. Соблюдай правила императорских глаз и ушей, иначе ты будешь изгнан. А если тебя изгонят, то это навсегда. Нас называют тетушами. Мы, скрытые глаза и уши императора в провинции, присматриваем за врагами императора, ищем возможности и составляем отчеты. И когда император приказывает, мы повинуемся, но мы лишь единственные из множества гильдий и фракций Моровинда. Тебе не лишний будет узнать кое-что о политике Моровинда перед тем, как вступать в какую-либо организацию или гильдию. У нас есть учителя боевых и шпионских искусств. И кроме того, в Балмаре ты найдешь множество других общественных услуг, но от члены гильдий всегда получают скидки на свои услуги. Гильдии бойцов и гильдии магов Балморы, расположенные на другом берегу реки. Выйти на людей из гильдии воров Балморы ты сможешь в трактире Южная Стена, вверх по улице. Недалеко также есть форт Легиона Лунной Бабочки. Там есть святилище имперского культа. Сложность задания определяется тремя параметрами – местностью, врагами ее населяющими, и наградой за проделанную работу. Долгие прогулки по пустынной местности обычно даются тяжелее, чем городские задания, и чем сильнее противники, тем сложнее задания. До Эдра, вампиры, а также разбойники Тылвани, тебе станет ясно, кто из них опаснее при встрече. И, наконец, если предлагаемая награда велика, неприятности тоже будут большие. Наши мастера Титуши также дают обучение, не бесплатно, конечно, но для друзей и шпионов обучение несколько дешевле. Ритлин, Таир Майлин и Девятипалый живут здесь, в Балморе. В Кальдере живет Леориан, а в Альдруне можно найти Гилдана. Ну а Сайвар Лошадиная Пасть живет в хижине на западе, недалеко от Альдруна. Элун можно найти в Сейдайнинском торговом доме Арила. Чтобы найти охотника на Арганиан, Девятипалого, сейчас выйдешь из двери, справа от тебя будут ступеньки. Спустись по ним, и слева от тебя будет его домик. Титуш Гилдан живет в Альдруне, в районе Ридаран. Город расположен к северу, отсюда, за кальдерой. Гилдан находится в юго-восточном углу города, в доме справа от ступенек храма. Волшебница Суран Леориан, под мастерей Титуш, живет в кальдере, следующий город на север. Ее дом из говна и палок, фигурально выражаясь, стоит между башнями, близнецами северных ворот и залом губернатора. Дом Тилвании – один из трех великих домов данмеров на Вандерфелле местная знать, тысячелетние волшебники. Тилвании, как предполагается, ненавидят политику, иностранцев и все остальное. Но вандерфельские Тилвании, по-видимому, более властолюбивы и предприимчивы, чем большинство. Я немного знаю о них. Тилвании предпочитают подряжать западных наемников, некоторые из которых поднимаются до довольно высокого уровня. Поговори с советником Тилвании, если хочешь стать их вассалом. Мастер Титуш боевых искусств, Севар, лошадиная пасть, живет в хижине пастуха Гуаров, которого поговаривают и съел в глуши к западу от кальдеры. Я был там только один раз по пьяни, и не смогу точно объяснить дорогу. Иди поищи его, если хочешь немного прогуляться. Камонна Тонг – это самый настоящий преступный синдикат Моровинда. Они упрямые и безжалостные. У них есть связи в самых высших кругах дома Хлаву. Камонна Тонг соперничает с гильдией воров за контроль над нелегальной торговлей, и Камонна Тонг не приемлет конкуренции. По сравнению с Камонна Тонг, и гильдия воров белые и пушистые, и определенно менее жестокие люди. Камонна Тонг не принимает чужаков в свои ряды. Забудь об этом. Элон Ридгардка – разведчица. Ее обычно можно найти на полу, где за барной стойкой она спит в своем спальном мешке в трактере Арила. Сейданин, ты знаешь, где это. Тебя высадили там, на берег. Термалин, он целитель, живет через два дома к югу, внизу. Как понять, что задание для тебя слишком сложное? Каждый для себя решает самостоятельно. Если задание кажется сложным, значит так оно и есть. Управляющие гильдии и лидеры фракции действительно не знают, на что у тебя хватит сил, а некоторым и вовсе все равно. Каждый заботится о себе самостоятельно. Но если сроки выполнения задания не оговорены, разумнее сначала набраться опыта, прежде чем приступать к сложным заданиям. Наша тетуша Ритлин Ридгардка, она снимает комнату на втором этаже через два дома отсюда на юг. Во-первых, пилигрим-новичок, здесь ты возьми 200 дрейков, пойди и купи себе подходящее оружие, заклятие и доспель. Во-вторых, тебе нужна шпионская легенда, здесь самой обычной профессией является наемный авантюрист. Зарегистрируйся в гильдии бойцов или в гильдии магов, в имперском культе или легионе, в общем, делай карьеру, обучайся навыкам и получай опыт. Или бродяжничай, выполняй низкоквалифицированную работу, встревай в неприятности, потом, когда будешь готов, возвращайся, я дам тебе задание. Гильдия бойцов – профессиональная организация, основанная императором с целью контроля над обучением наемников. Обучение товара и услуги стоят дешевле для членов гильдии, а мастера знают, где можно найти работу. Ты начнешь службу, сойди с огненный глаз, главой гильдии Балморы, она здесь недавно, и я плохо ее знаю. Я знаю Перциуса, главу гильдии бойцов в Альдруне, и доверяю ему, но он дает задание только членам гильдии высших рангов. Я имперский мастер шпионажа в Моровинде, и управляю здесь орденом клинков. Ты получаешь приказы от меня, и если ты будешь их выполнять, мы поладим. Я мало что знаю об этом. Мне никогда не приходилось видеть это собственными глазами. Ты можешь заразиться через контакт с монстрами Красной горы. Еще они называются корпусные твари. Я думаю, это что-то вроде Мора, только еще хуже, он сводит жертв с ума, а на теле появляются ужасные, безобразные наросты. Я проверю своих информаторов и выясню, как это лечить, а пока просто следуй приказам, я не знаю, что еще можно сделать. Чужестранка, ждешь распоряжений, да, или у тебя какие-то вопросы о клинках? И еще осталось решить главный вопрос, как переименовать слово Орден в созвучное вот с той линией, которую я гну. То ли это, ну как бы, Орден, Титуш, это хрен он знает, будет ли так это звучать, или не будет звучать. В общем, надо что-то такое придумать будет. Возможно, даже слово Орден сам по себе заменить на типа группировка Титуш или так подпольная организация Титуш. Вот. Ну, в целом, вот так вот это выглядит. Оставляйте свои комментарии, друзья. Все. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует...